Привет, друзья! Знаете ли вы о том, чем опасна вот такая простая индикаторная отвертка? С помощью такой отвертки неопытные электрики пытаются найти так называемую фазу или наличие напряжения на оголенных металлических участках электрических цепей или же электрических приборов. Делать это категорически запрещено. Можете почитать правила по электробезопасности и вы узнаете, что использование подобных индикаторов просто под запретом. Но почему же их выпускают и продают? И чем они так опасны? Чем в особенности опасна именно вот такая индикаторная отвертка? Я расскажу вам прямо сейчас. Для начала я продемонстрирую вам принцип работы индикаторной отвертки. К примеру, если вот этот провод находится под напряжением сети 220 вольт и мы хотим знать действительно ли оно там есть, мы должны с помощью индикаторной отвертки, взявшись за колпачок, прикоснуться жалом этой отвертки к металлическому выводу и смотреть на неоновый индикатор, который должен загораться при наличии напряжения. Давайте покажу более крупным планом, чтобы вам было виднее. Я подключил провод, на котором есть напряжение к индикаторной отвертке, прикасаюсь пальцами к колпачку и здесь мы видим, как загорается небольшой оранжевый огонек. Давайте еще раз покажу. Вот здесь небольшой оранжевый огонек. Это считается индикацией того, что данный желтый провод находится под напряжением. Но что если мы вдруг попытаемся проверить, заряжен вот этот вот конденсатор или нет, есть ли напряжение на его обкладках? Как бы мы ни тыкали индикаторной отверткой в его контакты, мы не узнаем, заряжен он или нет. И если вдруг вы воспользовались такой отверткой для определения наличия напряжения на конденсаторе, вас ждет большой сюрприз, большие искры или удар током от его электродов. Хотя емкость данного конденсатора небольшая, он способен убить током человека. Да-да, ребята. Есть множество правильных и достоверных способов проверять напряжение на конденсаторах, в электрической сети 220 вольт переменного тока, на трансформаторах, именно опасное высокое напряжение. И ни один из этих способов не подразумевает использование индикаторных отверток. Давайте взглянем, из чего состоит это подлое устройство. Но для начала я скажу, чем опасен именно этот экземпляр индикаторной отвертки для своего хозяина. Вы видите, здесь есть вот такая пружинка. Это для того, чтобы можно было поместить такую индикаторную отвертку в карман. Для удобства электрика, так сказать. Если вы носите такую отвертку в кармане, то, конечно, не мудрено, что пыль, грязь и влага через вот это отверстие прекрасно попадут внутрь корпуса отвертки и сделают небезопасным те самые два элемента, благодаря которым вы, прикасаясь к вот этому колпачку, не контактируйте с вот этим жалом напрямую, а оно может оказаться под высоким напряжением. Как это произойдет? Смотрите. Устройство отвертки достаточно банально. Пружинка к колпачку, неоновая лампочка и вот такой вот резистор. Это не что иное, как резистор. Давайте проверим его сопротивление. Обратите внимание, насколько он маленький и короткий и имеет широкую поверхность, загрязнение которой приведет к тому, что по этой грязи, а влажный воздух эту грязь сделает электропроводной, так же, как и здесь, по вот этому стеклянному запыленному корпусу, так как данный корпус этой отвертки не герметичен, еще раз показываю, у него в колпачке есть отверстие. Приведет к тому, что коснувшись нечаянно этого колпачка, а отверткой токоведущих частей, вы подвергаете себя опасности. Вдруг у вас мокрые ботинки или же вы, второй рукой, нечаянно коснулись даже просто бетонной плиты, вы получите удар током. Только из-за того, что грязь и влага попадают в этот корпус. Ну а что касается резистора, давайте проверим, настолько ли он хорош и может ли он обезопасить нас, если даже грязи в этой отвертке нет. Подключим этот резистор к прибору и посмотрим. 880-890 кОм, примерно мегаом. Но длина, величина этого резистора слишком мала для того, чтобы он был безопасным. К примеру, в старых, еще советских щупах, с помощью которых определяли напряжение между двумя электрическими пластинами, выводами, болтами, гайками, использовались вот такие мегаомные резисторы, размер которых по сравнению с вот этим новомодным, ну в три раза больше. Это тоже мегаомное сопротивление, которое прекрасно подходит для создания подобных гаджетов. Но делать их вам я не рекомендую. Сами по себе такие отвертки несут в себе смертельную опасность. Продолжение следует...